Sortida – это французское слово, которое также используется в военной терминологии. Ну а что же вы думали? Когда вас призвали к Мессии Иешуа, вас призвали в армию, дорогие. Вы просто об этом еще, наверное, были не в курсе, да? Да, это не в курсе, да? Вы все призваны вооруженные силы Господа нашего Мессии Иешуа. Итак, сорти – военное слово, французская терминология, которая обозначает в переводе «военная вылазка». Другим словом, десант. Каждый раз, когда вы выходите на улицы вашего города или другого города, вы просто десантируетесь на этих улицах для того, чтобы достигнуть цели Евангелием, достигнуть этот погибающий мир. Аминь, дорогой брат Сергей. Итак, что же такое сорти? Что же такое сорти? По-простому можно сказать, это процесс братсайдинга. Процесс братсайдинга. Можно сказать так, выход на улицу, да? Раздача братсайдинга и возвращение на место сбора. Все по-настоящему. Иногда даже стреляют. Процесс братсайдинга. Это двух-трехчасовой период времени, в течение которого человек выходит, распространяет литературу и возвращается. Это двух-трехчасовой период времени, в течение которого человек выходит, распространяет литературу и возвращается. Обычно на время самого стояния на улице мы отводим 2 часа и час на дорогу туда-обратно Поэтому 2-3 часовой период времени, когда мы выходим на улицу, раздаем трактаты, братсайды и возвращаемся назад на место сбора Теперь мы поговорим о философии братсайдинга Философия братсайдинга Философия братсайдинга От слова философ Зачем нужен братсайдинг? Делиться Словом Божьим Давать людям понять, что мы евреи, верующие в Иисуса То есть, что можно быть евреем и верить в Иисуса Вы знаете, что это странно звучит как для евреев, так и для неевреев Что еврей верит в Иисуса Поэтому мы должны показывать, демонстрировать людям, что верить в Иисуса и быть евреем это абсолютно нормально Бросать вызов, призывать людей к размышлению над Евангелем Бросать вызов, призывать людей к размышлению над Евангелем Каждый наш братсайдинга Каждый наш братсайд, он содержит Слово Божье И даже любое название, оно ведет к тому, чтобы человек в итоге задумался над Евангелем Бросать вызов, призывать людей к размышлению над Евангелем Еще один очень важный момент Обращать людей с их нуждами к Богу Обращать людей с их нуждами к Богу Нужно всегда помнить, что на самом деле любому человеку может помочь только Бог Я помню, примерно в 97-м году я шел на служение утром в субботу Мы тогда проводили служение в кинотеатре Уточкино Я встретил одного своего знакомого, он был евреем Он подошел ко мне и говорит, Леня, у меня там такие проблемы Ты бы не мог мне помочь, мне нужны деньги Ему нужно было несколько тысяч долларов Я сказал, знаешь, у меня таких денег нету Но я знаю того, кто может тебе реально помочь Он говорит, кто это, знаете Его глаза загорелись, он так заинтересовался Я сказал, пошли со мной, я тебя с ним познакомлю Он говорит, ну кто это, скажи мне Я говорю, это Бог, живой Бог Только Он может тебе помочь сейчас в твоих проблемах Потому что ты ищешь надежду в том, что ты можешь разрешить свои проблемы с помощью денег Но Он может в действительности помочь тебе Знаете, он тогда отмахнулся Так махнул на это дело, все, как бы сказал, что я говорю какую-то ерунду и так далее Мы попрощались Прошло пять лет И он меня разыскал Мой знакомый Опять же через наш братсайт Он получил где-то на улице братсайт И там было написано Еврей за Иисуса И обращаться к Леониду Вассерману Он позвонил по телефону И мы с ним встретились Мы с ним встретились, мы говорили И он мне говорит, ты знаешь Все эти пять лет Он не жил здесь в Одессе Он пытался от неприятностей своих скрыться в разных местах И он говорит, все эти пять лет Говорит, у меня стояли в голове эти слова Что есть тот, кто может мне помочь И все эти пять лет я думал, что мне надо с тобой встретиться Для того, чтобы узнать о нем больше Мы с ним гуляли в парке Шевченко, беседовали Я свидетельствовал ему И он говорит, я хочу читать Библию Я говорю, хорошо, я принесу тебе Библию Он говорит, нет, отдай мне свою Библию У меня была такая Библия, знаете, там Все было подчеркнуто Были такие уже проповеди в ней написанные То есть можно было без конспектов всегда приходить, открывать И проповедовать там из многих мест писаний И он такой, нет, дай мне сейчас, дай мне свою Библию Я говорю, ну хорошо, ладно И я дал ему свою Библию Это была жертва с моей стороны Вот, я дал ему Библию свою Знаете, через некоторое время Он пришел и покаялся у нас на служении Вот, и стал следовать за Богом Но, к сожалению, к сожалению, сейчас он отошел от Бога Спустя некоторое время он отошел от Бога Но сам важный тот момент, что в действительности, знаете, что слово посеянное Оно не остается тщетным, оно не возвращается так просто Человек все эти годы жил с мыслью о том, что он должен узнать это важное Это как еще одна для вас надежда и ободрение на то, что ваше действие Я хочу засвидетельствовать, что Господь, когда привел, наконец-то коснулся моего сердца И потом Он напоминал мне очень много, многие года, когда ко мне вот просто напоминало этих людей Я помнила, прям завидела их, которые мне говорили, направляли мне, ну у меня пот такой был Поэтому я знаю, что потом это семя, оно все собралось и такой произошел взрыв Спасибо, Господь Да, аминь Все то, что когда-то в нас сеялось, знаете, оно потом интересно, что да, спустя время Мы вдруг начинаем вспоминать, о, а тогда я встретил там этого человека, да А вот этот мне сказал это, а вот это было то Я вот сейчас, например, тоже вспоминаю о том, что я до уверования, я работал на книжке На обмене валюты И я помню, это еще было, знаете, где на площади греческой, да Тогда был базар, там сейчас дом построили вместо этого базара Нет, там построили сейчас дом на месте этого базара Вот, и я помню, как часто заходили люди туда вот, к нам поменять деньги, да И многие подходили ко мне и говорили, вон твои снова раздают И давали мне брацайды Я не получал брацайдов от евреев за Иисуса лично Но очень часто мне приносили другие люди брацайды, говорили, вот твои раздают Я читал евреи за Иисуса, да, мои, как бы соглашался с тем, что это мои И действительно, если через несколько лет они стали моими, да И я стал частью их Вот Итак Второе, что мы хотим добиться брацайдингом? Это все философия брацайдинга Первое, зачем нужен брацайдинг? Второе, что мы хотим добиться брацайдингом? Что мы хотим добиться брацайдингом? Главная цель – это превознести имя Иешуа. Главная цель – превознести имя Иешуа. Второе – это распространение литературы. И третье – получение контактов. Превознести имя Иешуа, распространение литературы и получение контактов. Вот это основные цели, которых мы хотим добиться в братсайдинге. Сейчас мы рассмотрим основные положения братсайдинга. Основные положения братсайдинга. Основные положения братсайдинга. Основные положения братсайдинга. Первое – это место расположения. То есть, где мы распространяем литературу. Место расположения, где мы распространяем литературу. Значит, мы распространяем литературу, во-первых, там, где это разрешено законом. Согласно Конституции Украины или той страны, где мы находимся. Первое – это согласно законам. Той страны, где мы находимся. Второе – это где есть свободное передвижение пешеходов. Где есть свободное передвижение пешеходов. И чтобы найти такие места, нужно обратиться к пророкам. Я имею в виду, в смысле, пророкам, которые ходили, пророчествовали Слово Божие. Где они это делали? Помните? На площадях, на базарах, у ворот города. Помните, да? Где всегда было скопление людей, где было большое передвижение людей. У ворот города – это что? Вокзал? Это ворота города. Оттуда всегда проходит много людей, и которые приезжают, и которые уезжают, и которые просто передвигаются. Базары – их тоже достаточно много, да? Например, привоз. И там много людей ходит. И нам порой приходится быть в действительности подобным пророкам. Каким приходилось кричать Слово Божие. Помните, да? Так и нам иногда приходится кричать, чтобы быть услышанными людьми. Также площадя. Разные площади. Или центральные улицы, например, как Дерибасовская. Да, пожалуйста. Только надо взять микрофон. А можно раздавать другим национальностям бросайдера? Еще раз. Ну, вот, например, раздаем, да, когда вот участвуешь, раздаешь, например, вот эти непригласительные каком-нибудь. Братсайдеры. Да, бросайдеры. И другим национальностям можно давать? Да, например, китайцам, не только евреям, а всем остальным. Да, да, давайте я отвечу на этот вопрос. Мы когда, я уже когда говорил, немножко говорил, да, о том, что мы когда выходим свидетельствовать, мы ставим приоритет, да, во-первых, евреям. Но мы свидетельствуем всем. То есть каждому человеку. Поэтому мы говорим, что даем бросайды всем. Ну, скажем так, что если человек не понимает, то он просто не возьмет, он скажет, зачем ему брать. Ну, ладно, это, знаете, рассуждать на том, будет он понимать или не будет он понимать. Это то же самое, что мы говорили, смотреть в лицо человеку и думать, стоит ему давать или не стоит, хорошая она почва или плохая. Нужно давать, бросайды каждому человеку, каждого, которого вы встречаете. Ну, скажи. Дело в том, что мы находимся на Украине, и по закону Украины можно раздавать всем национальностям, не в зависимости от того, кто он, китаец, японец или монгол. Второй вопрос, умеет ли он читать, он потом разберется, если он захочет прочитать. Но закон Украины позволяет раздавать всем. Ну, хорошо, хорошо. Понятно, да, то есть раздавать, раздавать можно всем, да, всем. Кроме тех, кого мы сказали, что ограничено, да, дети. Всё, давайте продолжим. Итак, способ, каким образом мы совершаем братсайдинг. Способ, каким образом мы совершаем братсайдинг. Это основные положения братсайдинга, да, это номер два, да. Способ, каким образом мы совершаем братсайдинг. Способ, каким образом мы совершаем Братсайдинг В вежливой манере, чествуя имя Иешуа В вежливой манере, чествуя имя Иешуа То есть мы должны это делать вежливо, дорогие Без всякой грубости, без хамства Никого не обижая, не толкая и так далее Вежливо Вежливо Никого не останавливать Не блокировать проход Не вручать литературу силой Еще раз повторяю Никого не останавливать Не блокировать проход Не вручать литературу силой Может быть это звучит смешно Но знаете, иногда происходит именно таким образом Я вам вообще скажу, что все, что мы говорим То, что я здесь сегодня говорю Это все собрано с годами Как практика того, что мы имели в различных евангелизациях То, что мы видели И мы учились, как делать правильно и как неправильно Это всего лишь то, через что мы прошли, чему мы научились И если мы говорим об этом, да, то есть сегодня я об этом вам говорю То я говорю это по той причине, что это реально, что это существует Например, в Днепропетровске была такая история Мы всем объясняли, говорили, что, например, вы не можете блокировать проход Потому что люди должны свободно передвигаться С одной стороны, удобно раздавать, когда, знаете, идет узкий проход И люди все проходят, может, там по одному Вы каждому можете дать в руку, да Это удобно И с другой стороны, особенно, если вы этот проход закрыли И взял человек, прошел, взял человек, прошел По-другому не получается, да Вот И в Днепропетровске был Был такой случай На базаре Одна наша сестра Выслушав тренер И все Уразумев то, что нужно Что она сделала Там был такой проход, ну, примерно, вот как дверь Может быть, меньше чуть-чуть А вот Через который, по какой-то причине Люди ломились С тачками, именно вот сюда Хотя было очень неудобно проходить В таком случае, знаете, если вы уже даже нашли такой проход То вам реально нужно стать Ну, где-то вот так То есть для того, чтобы давать людям, не мешать им Знаете, чтобы они могли туда, обратно пройти Это удобное место Потому что, действительно, люди проходят Они никуда не могут пройти Вы можете дать Если что, вы человека сюда выдернули Поговорили с ним Понятно, да? Вот Что сделала эта сестра? Она стала вот тут И люди Толкаются с тачками, знаете То есть И они идут там На ноги ей наезжают И так далее Естественно, создается крик Люди матерятся И зачем ты сюда всунулась? Уйди отсюда И так далее И так далее Она Стойко стояла на этом месте До последнего И говорила Я не уйду отсюда Во имя Господа Иисуса Меня здесь поставил Господь И я буду стоять На самом деле Бог ее туда не ставил Вы понимаете, да? Ей в действительности сказали Что это хорошее место Ты будешь здесь стоять и раздавать И она должна была находиться здесь Но она должна была стоять Рядом Не блокируя проход Давая свободно Людям возможность проходить Давая им трактаты Чтобы они в свободе Могли взять или не взять Как они желают Но она заняла На самом деле Неправильное положение В итоге Люди Где-то в своих обвинениях Даже были правы Потому что она просто Перекрыла им движение Не поступайте таким образом Но когда люди Несут сумки Иногда бывает Они сами просят Они сами просят Да, положите мне в сумку Ну, если вы хотите Можете спросить То есть Ну, иногда люди Сами Спрашивают Хорошо Значит Поэтому запомните Что раздавать Братсайды Нужно в вежливой манере Вежливой манере Никого не останавливая Ну, то есть насильно Да? Останавливать вопросом Да? Можно Это нормально Не блокируя проход Не вручать литературу силой Что необходимо Для братсайдинга? Что необходимо Для братсайдинга? Ну, во-первых Сами братсайды Или по-другому Можем их назвать Семена Да? Что нам необходимо? Это братсайды Или по-другому Скажем Семена Сумка Сумка Для них Обычно Мы используем Сумки На которых Написано Тоже Еврей за Иисуса Или Иешуа Идеальный вариант Если у вас будет Одежда Удостоверяющая Что вы Либо евреи За Иисуса Или Не евреи Но за Иисуса А? Ну, свитер Или может быть Тишорт На котором будет написано Евреи за Иисуса Или может быть Надпись Не евреи За Иисуса Или была у нас Такая надпись Я люблю Иисуса Я люблю евреев Вот То есть Таким образом Почему Мы делаем Разные надписи Для того Чтобы Знаете Очень часто Ортодоксальные Евреи Они пытаются Нас обвинить Во лжи Если вы Одеваете Вы не еврей Вы одеваете Майку Евреи за Иисуса То Человек Который Допустим Ортодоксальный Еврей Он спрашивает Вы еврей Вы говорите Нет Он говорит Значит Вы лжете Если вы лжете В этом То Все что вы говорите Это тоже ложь Понимаете Да? Поэтому Мы делаем Разные надписи Я скажу Что Например В Америке Наши Допустим Братья Сестры Которые Принимают С нами Участие И они Не евреи Иногда Даже Одевают Такие Майки На которых Написано Гоем За Иисуса Потому что В Америке Это очень понятно Вообще Как для евреев Так и для неевреев И Гоем Вообще Это Другой народ Если так Не еврей Да Да Не еврей Но звучит Вообще В самом языке Звучит Ну Пренебрежительно Знаете То есть Когда говорят Гоем То это Своего рода Что чуть ли не говорят Что ты свинья Ну как бы В таком смысле То есть Вот То есть Но Послушайте Это очень интересно Что наши братья И сестры Не евреи Специально Одевают Такую надпись Для того Чтобы Евреи Очень четко Понимали Что обращение Идет к ним Понятно Да Да Чтобы возбудить Именно эту Да Гоем Ну На английском Пишут Гоем Фо Джизос Да У нас была Такая майка Да Мы писали Евреи За Иисуса Русские Украинцы За Иисуса И так далее То есть И ставили птичку Просто Квадратик И как знаете Как в анкете Отмечаешь Какое-то Выбираешь И такое было Тоже у нас Да Вот Например С майками В Москве Мы первый раз Употребили Надпись Такую Евреи За Иисуса Не евреи Но за Иисуса Вот И Тоже было Иногда Очень так комично Подходит человек К метро И говорит Вы знаете Я вот На другой станции Видел ваших оппонентов Я говорю А Какие оппоненты Он говорит А у них было написано Не евреи Но за Иисуса То есть Разные были Такие Знаете Интересные мнения А вот Но На самом деле Когда Евреи Видят Такую надпись Или Евреи За Иисуса Или Не евреи Но за Иисуса Как получается Надпись такая же Только добавляли Не Но И все И Это Это На действительности Людей 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 Цеплял Почему Человек Не еврей Он пишет Что он Не еврей И он За Иисуса То есть Это Немножко Как бы Знаете Буддоражит Мозги То есть Какая Причина Да Или То же Самое Когда Хорошая Была Тоже Надпись Я люблю Иисуса Я люблю Евреев То есть Человек Как бы Показывал Что он Не еврей Но Он Любит Евреев По той Причине Что он Любит Иисуса Вот Поэтому Хорошо Иметь Одежду Потому что Я скажу Так что Когда вы Раздаете Трактаты И на вас Есть Одежда Символизирующая Представляющая Вас Кто вы То человек Даже если Не возьмет Трактат Он уже Получит Свидетельство Понятно Да А вот Или если Он возьмет Трактат Он уже Понимает О чем Идет Речь Что вы Ему Предлагаете Что вы Не предлагаете Ему Там Какую-то Рекламку Там И так Далее Да Поэтому Иметь Одежду Это Хорошо Значит Хорошо Иметь Также Блокнот Куда Мы Будем Записывать Наши Контакты Блокнот Ручку Приглашение Приглашение Вашу Общину Или Церковь Чтобы Чтобы вы Всегда Могли Пригласить Человека Заранее Лучше Позаботиться Об этом Чтобы У вас Кроме Братца Были Приглашения В вашу Общину Тогда Когда вы Поговорили С человеком Вы Сразу Пригласили В общину И все Всегда Очень Легко И удобно Закончить Разговор Приглашением Хорошо Также Иметь Пакет Для Мусора И Перчатку Пакет Для Мусора И Перчатку Потому Что Всегда Есть Такие Люди Которые Бросают К сожалению Всегда Есть Такие Люди Которые Бросают Если Трактаты Не Запачканы Их Можно Поднять И Раздавать Заново Но Если Их Допустим Уже Запачкали То Их Нужно Просто Собрать И Аккуратно Потом Выкинуть Мусор Если Они Запачканы Понятно Да Пятый Пункт Процедура Братсайдинга Пятый Пункт Процедура Братсайдинга Процедура Братсайдинга Основное Что входит В основное В процедуре Братсайдинга Ну мне интересно Студенты Прошлого года Помнят Что самое важное Что первое Мы делаем Перед тем Как мы Идем 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 Набратсайдинга Правильно Первое Это Туалет Перед тем Как мы Идем На улицу Перед тем Как мы Выходим На сорти Первое Что мы Должны Сделать Это Посетить Туалет И пусть Вас Это Не удивляет Потому Что Вам Потом Предстоит Стоять На улице Несколько Часов И за Эти Несколько Часов Вы Не сможете Никуда Уйти Поэтому Лучше Все Необходимое Сделать Заранее Несколько 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 Как там ее? Надо Шура, да? Итак. Процессы от волнения. Ну тогда, знаете, сейчас проще, чем там 30 лет назад. Можно просто памперс одеть, да, если у вас волнение происходит. И значит так, после того, когда все посетили туалет, мы вместе молимся, молитва, молитва. Притчи, 3 глава, 5-6 стих. Притчи, 3 глава, 5-6 стих. Притчи, 3 глава, 5-6 стих. Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай его, и он направит стези твои. Аминь. Поэтому, после того, когда вы посетили туалет, нужно помолиться. После того, когда вы помолились, нужно познакомиться с Братсайдом. Прочитать его. Да, ознакомиться с содержанием Братсайда. И это в действительности очень важно. У меня была очень такая, знаете, смешная история. Я, ну, предупредили, эта компания в Москве была, 96-й год. И предупредили, что надо обязательно читать Братсайд перед тем, как ты идешь его раздавать. Ну, я как бы ехал, так глянул на него, там, посмотрел, что речь идет о овсах и козлах, и положил его в сумку. Так, стою в метро, раздаю, подходит ко мне такой мужик, значит, такой, знаете, так надулся, и такой говорит мне, «Так что ты, овца?» Я смотрю и не могу понять, что он от меня хочет. Знаете, а в голове, ну, как бы мысли столько, и думаю, о чем он речь ведет вообще. И он такой, знаете, еще так, так более надувается, говорит, «Так что ты хочешь сказать, что ты овца?» Я опять молчу, только смотрю на него, не могу понять, что он от меня хочет. И он снова такой, «И что ты хочешь сказать, что ты овца?» И тут я вспоминаю, что Братсайде речь идет об овце и о козлах. Я говорю, «Да, я овца Иисуса». И он такой, и пошел. Я понял, он осознал, что он козел. Поэтому на самом деле нужно читать Братсайды, чтобы вы были в курсе, если вам вдруг зададут какой-то вопрос, связанный с этим. Держите Братсайды обложкой вверх. Вот здесь есть один Братсайд, я смогу вам продемонстрировать. Братсайды нужно держать вот так, вот так, чтобы они были обложкой вверх, чтобы проходящие люди могли даже прочитать, что там написано. То есть я так держу, вам видно, да, название Братсайда, когда вы проходите. Да? Фараон был просто противным. Так называется Братсайд. Это Братсайд Кеврейской Пасхи. Итак, также нужно помнить, как держать сумку. Она должна быть постоянно застегнутой сбоку. И желательно, знаете, вешать ее на одно плечо. Ну, я скажу вам, мы все вешаем как бы здесь, через плечо, потому что это не так проблематично здесь. Но в Москве, например, это было достаточно проблематично. И поэтому сумки мы вешали вот так и пристегивали вот здесь, чтобы они не падали. Потому что, когда вы вешаете сумку через плечо, человек, желающий вас придушить, очень легко с этим справляется. У вас уже удавка на шее, он только вам ее затягивает. Это серьезно. Я не шучу. Так некоторых пытались придушить в метро. Потому что Москва была наполнена людьми, которые назывались баркашовцы, чернорубашечники, знаете, такие выбритые там, короче, ну, разные типа фашистские группы. Да, скинхеды и так далее. И когда они видели у вас надпись «Евреи», понимаете, то у них все тут перемыкало, да. И для них было удобное положение, ваша сумка на горле. Потому что они могли вас сразу тут же душить начинать. Поэтому в Одессе, конечно, мы с этим не сталкиваемся. Но обычно рекомендуется вешать сумку все-таки на плечо. И держать ее застегнутой для того, чтобы у вас не вытащили бросаемую. Ну, разные. Там в Москве очень много разных этих группировок. Дополнительно, дополнительно ко всему тому, что мы сказали. Здесь следует правило Глеба Жеглова. Глеба Жеглова. Нет. Кто вспомнит правило Глеба Жеглова? Разговаривая. Разговаривая с этим, допрашиваем или как там? Нет, как они назывались? Со свидетелем, да? Разговаривая со свидетелем, улыбайся. Помните? Поэтому дополнительно правило для каждого выходящего на сорте. Нужно улыбаться. Если кто-то из вас знает сестру Эльвиру Мейер, она когда-то закончила МГБА здесь, она со мной участвовала в компании в 99-м году в Москве. И мы стояли с ней на одной станции метро и раздавали. Но я тебе никогда не улыбаюсь. Хотя есть правило Глеба Жеглова, что нужно улыбаться. И она мне вдруг остановила и говорит мне, ты знаешь, я вообще не могу понять, как люди у тебя берут эти трактаты. Я говорю, почему? Она говорит, да на тебя страшно смотреть иногда. Говорит, ты никогда не улыбаешься. И с таким серьезным видом. Но люди берут. Поэтому рекомендую вам улыбаться. Поэтому люди будут более спокойно к вам подходить. Второе. Смотрите людям в глаза. Смотрите людям в глаза. И также наблюдайте за их руками. Наблюдайте за их руками. Очень часто просто можно видеть сразу, возьмет человек, бросает или не возьмет. То есть когда вы смотрите просто на него, а со временем, когда вы делаете это часто, выходите на улицу, съездите, раздаете, то вы уже реагируете и видите, допустим, этот будет брать, этот не будет брать и так далее. Вот, да. И можно наблюдать, знаете, на походку человека, как он идет, как он движется и так далее. То есть прямо на его действия, да. Сейчас мы поговорим об основных принципах. Это шестой пункт. Основные принципы братсайдинга. Основные принципы. До этого была процедура братсайдинга. А сейчас основные принципы братсайдинга. И первый принцип – это принцип собственности. Принцип собственности. Юридические братсайды являются вашей собственностью. Это все разумеют? Юридические братсайды являются вашей собственностью. Поэтому вы можете давать их только тому, кому вы считаете нужным. Кому хотите, тому даете. Вы не обязаны давать их тем, кто у вас их требует. Это ваше желание. Хотите, даете. Хотите, нет. Если кто-либо попытается физически забрать их у вас, это будет считаться кражей. И лучший способ, знаете, если у вас пытаются их вырвать, да, это начать кричать просто. Вор! Вор! Если у вас захотят украсть, бросать, да, имеется в виду физически отобрать у вас, бросать, да. Вот. То вы просто начинаете кричать вор. И вы посмотрите, что человек тут же исчезнет. Потом зададите вопросы в микрофон. Продолжаем. 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 вы не можете сопротивляться, вы не можете в ответ ударить и так далее. То есть она сразу вставала и спрашивала, скажите, а подножку можно? И я снова начинал объяснять, ну поймите, вы стоите в этой форме, вы представляете имя Иешуа. Вы не можете драться и так далее, и так далее. Поэтому, если вас ударят, вы никогда не можете отвечать на удары. И она опять встает и говорит, ну хорошо, ну хотя бы подсечку, можно? И второе, не обзывайте в ответ. Не обзывайте в ответ. Знаете, очень много и часто можно услышать различных оскорблений, которые говорят в ваш адрес, когда вы стоите и свидетельствуете об Иешуа. Но никогда не обзывайте в ответ. Знаете, есть такие обзывательства, которые я называю христианскими благословениями. Когда люди говорят, ну они знают, что надо благословить в ответ, да? И вот его человек обозвал, а он ему, да благословит тебя Господь! Таким образом, как будто, знаете, он посылает этого человека. Поэтому, таким образом, не повторяйте, да, не делайте такого. На этом мы остановимся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!